Еще раз, поздравляю вас сегодня очередное занятие в рамках доступного образования дизайнеров и архитекторов онлайн. С вами Евгений Тюрин, автор проекта, и сегодня у нас в гостях Алексей Ленард. Он сейчас перед вами выступит с темой аромодизайн. Алексей, вы готовы взять эстафетную палочку? Алексей, вы готовы? У нас задержка некоторая есть. Алексей, Алексей, не слышит меня Алексей. Сейчас мы Алексея заставим взять эстафету, перед вами выступить. Замечательно, Алексей сейчас перезагрузится и придет к нам. Завтра, кстати, у нас будет выступать Евгения, как она любит себя называть, просит, чтобы мы к ней обращались. Это Женя Жданова с темой по мебели. Завтра она будет выступать в 17.00. Нет, в 12.00. Сейчас мы будем вещать из замечательного здания для коррешного центра. Да, Алексей, у вас получилось, подсоединяйтесь? Разгрузитесь и присоединяйтесь к нам. Хорошо? Как будете готовы, скажите об этом? Замечательно. Сейчас Алексей к нам присоединяется. По техническим проблемам он застрял. Завтра будет Жданова выступать с темой про мебельный бизнес. Про то, как клиентам предлагать вещи на заказ. Как это делается просто, несложно совершенно. И где черпает она вдохновение. Очень интересная тема. Я завтра рядом с Евгением служу Жданова буду. Поэтому мы будем вдвоем вебинарить. Сегодня мы будем рядом вживую, а вы нас будете наблюдать. Но, опять же, выступать будет она. Я просто буду помогать по техническим всевозможным вопросам. Алексей, вы готовы начать? Алексей, вас не слышно. Да, да, получилось. Наконец-то. Все, начинайте, Алексей, тогда обещать. Перерываю трубку. Да, попробуй. Говорите. Все, я уходу. Давайте. Здравствуйте, меня хорошо слышно? Нет? Я прошу прощения. На всякий случай поставьте плюсики. Ага. Плохой звук. Плюс. Плюс. Ага. Ага. Да. В общем, нормально, да? Нету никаких особо помех. Начну. Меня зовут Алексей Венарт. Я делаю это впервые. Видите, ввиду вебинар. Поэтому за какие-то элементы, возможно, прибежит звук. Сейчас сделаю потише. Извините. Так нормально? Да. Скажите, пожалуйста, нормально ли сейчас звучит? Отлично. Лучше. Ага. Ага. Так, сейчас попробуем найти оптимальный какой-то средний этот. Я буду смотреть налево в ваши комментарии, если вдруг они будут совсем не туда. Все же продолжу говорить о том, кто я есть. Я человек, который сотрудничает с вашими коллегами в большом количестве и, соответственно, помогает им в реализации проектов, смысл, скажем так, моей деятельности сводится к тому, что я дополнительным образом эстетизирую пространство, которое создает дизайнер или же, скажем так, маркетолог, что тоже случается. Мне 27 лет. Занимаюсь я этим на протяжении последних пяти лет. Произошло это спонтанно, вдруг. Я до этого работал в театрах, был администратором и через эту тему в свое время очень заинтересовался аромодизайном в целом, потому что он берет свое начало из древнегреческих культов и наполнение атмосферы в храмах, частью которых были всевозможные театральные действия и, соответственно, потом, в будущем, ароматизация пространства перенеслась в театральные залы, арены, точнее, на тот момент. Соответственно, путь был непростым, то есть, профессионально, скажем, зарабатывать деньги, точнее, вот так, скажем, да, потому что мне кажется, что все-таки о профессионализме пишут многие, да, там, скажем, а получают за книжки деньги единицы буквально. Соответственно, вот профессионально я занимаюсь этим на протяжении двух лет, то есть, интересует меня эта тема на протяжении пяти, читал, собирал, скажем, коллекционировал, да, то есть, всевозможные атрибуты, запахи и прочее, прочее я достаточно давно, но, в принципе, всю жизнь, вот так, чтобы это происходило полномерно пять лет, сотрудничаю с дизайнерами уже на протяжении двух. Делал я это достаточно локально, потому что не было такого большого спроса, а сейчас же в связи с тем, что рынок действительно наводнен большим количеством всевозможных аксессуаров, действительно очень-очень важно попытаться в нем разобраться. Так вот, что мы с вами сегодня будем обсуждать и в чем заключается суть вашего слушания. В результате я бы хотел, в том числе, чтобы у вас появилось понимание того, зачем это нужно, какую пользу вы для себя в дальнейшем из этого можете подчеркнуть во взаимоотношениях со своими клиентами, далее, как по минимуму разбираться в устройстве всевозможных аксессуаров ароматических, которые присутствуют сейчас на рынке, сколько это ориентировочно стоит, и, скажем так, при уже взаимодействии, то есть это как бы начинка суть, да, почему этим надо заниматься, конечно же, да, ну и, соответственно, при взаимодействии со мной в рамках сотрудничества, которое я сейчас провожу с двумя дизайн-студиями Петербурга, одна в Петербурге, другая в Москве, некоторыми частными дизайнерами, соответственно, уже может идти речь для участников семинара о некоторых скидках. Перейдем к сути происходящего и поймем, что такое аромодизайн в помещении пространственных интерьеров, для чего он существует. Здесь, к сожалению, на мониторе не самым лучшим образом отображается картинка, она слегка сбита, в первоначальной презентации она выглядит слегка иначе, но при том, при всем, главное указано. По сути, аромодизайн восходит своими корнями к маркетингу, то есть побуждению человека сделать что-либо. Чаще всего это вопрос покупки, приобретения товара или услуги. Делается это достаточно часто для того, чтобы в первую очередь создать благоприятную атмосферу в помещении. Это может быть офис, это может быть ресторан, рекоресторан. Я в ресторанах даже практически никогда не рекомендую использовать ароматизацию, в отдельных случаях о них я обязательно расскажу. Только если какие-то утилитарные зоны, типа туалета, скажем, холла, если он присутствует, то есть то, что не касается вопросов приема пищи, потому что рано или поздно случаются моменты, когда находится не очень довольный клиент. Ну, понятно, что на всех не угодишь. Так вот, сенситивный маркетинг дальше будет хуже в плане сбоя презентации, то есть я ее попытался уже до этого здесь посмотреть, но основное расположение сенситивный маркетинг воздействует на все те чувства, то есть в принципе называется сенситивным, потому что сенситив, чувствительность. Это все воздействует на чувства людей и, соответственно, достаточно плодотворно влияет на тот бизнес, который ведут люди, которые заказывают эти услуги. Давным-давно все слышали про то, как располагают товары в магазинах, по каким порядку, в каком порядке, что булка далеко, молоко далеко. Не менее важным атрибутом такого рода торговли является музыка. Соответственно, есть музыка, то есть пять чувств, на которые у нас идет акцент и работа сенситивного маркетинга. Зрение, соответственно, это ваша доля и ваша часть, скажем, я имею в виду не стандартные типовые объекты, это нечто большее. Далее, обоняние, слух, вкус, тактильные ощущения. Тактильные ощущения тоже, безусловно, имеют отношение к деятельности дизайнера. Тактильные ощущения, да, вкус, соответственно, это какие-нибудь промо-акции уже непосредственно самих компаний. Слух, это музыка, зрение, это визуальная рядка, все выстроено, обоняние. Самый-самый сложный в этом смысле для понимания аспект и в то же время самый простой. Почему? Почему так важно уделять этому внимание? По одной простой причине. Человек физически устроен как животное, то бишь, животный организм. Так вот, важным доказательством первостепенности обонятельных ощущений является то, что прежде чем эволюционировать полностью, точнее, выходя из воды, животные, первое, что у них начало появляться, это обонятельный нерв. Для чего это произошло, по сути, произошло? Это для того, чтобы уметь ориентироваться в пространстве, но устройка обонятельного нерва тем замечательной и интересной, что в отличие от многих других чувств, да, органов чувств точнее, обонятельный нерв идет напрямую, он напрямую соединяется с мозгом, то есть есть рецепторы, которые воспринимают запах, и по нерву непосредственно сигнал передается в мозг. О чем это говорит с точки зрения психологии? С точки зрения психологии это говорит, что информация, которая поступает к вам через обонятельные рецепторы, по сути, напрямую попадает на сознание и в подсознание одновременно, то есть она записывается куда-то на жесткий диск в вашей памяти, и, соответственно, в ассоциативном ряду уже говорит вам о том, что это приятные или неприятные воспоминания. Я всегда на своих лекциях привожу важный пример, допустим, запах клубники достаточно интересный, да, с точки зрения восприятия. Я в том смысле, что просто, да, обычно напоминаю, ну, то есть навевает приятные воспоминания, но забавная реакция девушки, в свое время учившейся на параллельном потоке, которая захотела подработать летом и устроилась на финскую компанию, на грядки вот эти вот, где нужно собирать клубнику, и, в общем, она ненавидит этот запах степпор, как получила эти деньги, она, честно, все отработала, конечно, все чудесно, но запах клубники теперь может вызвать на нее лицейские ключики на отрицательную гримассу, и она ничего не может с собой поделать, она хочет, но когда она слышит, когда она ее ест, ну, то есть со всеми бывало, что-то переели, переделали, еще что-то, соответственно, ну, почему происходит так? По сути, наши инстинкты, наши органы чувств, точнее, да, органы чувств являются источником информации о внешнем мире, а мозг животного не всегда имеет возможность обработать информацию во всех, то есть происходит большое количество каналов поступления информации, так вот обоняние в этом случае, это автоматический орган распознавания, то есть ассоциативно животное, ну, то есть а мы, люди, как животные организмы, воспринимаем запах на автоматическом уровне, то есть где-то, когда-то что-то или незнакомое, безусловно, тоже у нас вызывает некоторую настороженную реакцию, то есть либо отрицательная, либо положительная реакция, либо что-то незнакомое, то есть, соответственно, надо преникураться, надо понять, а какие у этого там оттенки, не оттенки, еще что-то, то есть, когда мы смотрим передачи про животных на своей естественной среде обитания, то мы сразу же наблюдаем, как они взаимодействуют с внешней среды, и поэтому они очень часто преникиваются, а помимо добычи и прочего. Соответственно, в человеческом восприятии обоняние, конечно же, эволюционировало вместе с нашими разными потребностями, то есть, в отсутствии таковых в плане безопасности, в плане, как я объясню, ну, в общем, отпала необходимость использовать это в животном назначении, и, хотя на самом деле не всегда, потому что, когда, допустим, третий день, вдруг суп стоит в холодильнике, и вы не очень уверены в его, скажем так, свежести, то вы их примюкиваетесь, да, то есть, все равно обоняние может служить некоторым индикатором безопасности продукта, который вы употребляете, то есть, вы не выслеживаете пищу, но вы хотя бы проверяете ее пригодность для употребления, так вот, по сути, ароматизация и парфюмерия, потому что, в принципе, все, о чем буду говорить я, это продукт парфюмерной промышленности в первую очередь, есть, конечно, совершенно топорные методы, но они, конечно, ну, такие, палка-калка, что-то, я не знаю, палка-ванелка, так вот, в общем, поэтому мы поговорим про историю, да, история, вот, ароматизация это помещение восходит древним культом и было создано, пропагандировалось, приводилось, производилось постоянно для углажения возвышенных, возвышенных идеалов, представлений человека о силах природы, в общем, умаслить, в общем, сделать что-то хорошее, да, красиво, приятно и так далее, фрукты приносили, свечки зажигали вот эти пахнущие, это все чудесно, но потом со временем курительницы и прочие элементы проникли и в дома знати, конечно же, то есть не сразу это попало в обычный, в обиход обычных граждан и, соответственно, да, это вот такие примитивные вещи, которые на самом деле сохранились до сегодняшних времен, но я бы вам так сказал, лично я, будучи искушенным, правда, человеком в этом вопросе, против вещей, которые горят, по одной простой причине, потому что горение, процесс горения, он, к сожалению, обуславливает выжигание кислорода, а это, в принципе, нехорошо с медицинской точки зрения, единственный объект, который не имеет такого пагубного воздействия, несмотря на то, что горит, это лампы Берже, о них мы тоже поговорим. Так вот, что такое запах, по сути, да, то есть обоняние, как процесс, я его объяснил, попытался объяснить, надеюсь, доходчиво, и опять же, если у вас будут какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, их в чат, чтобы было понятно, чтобы в дальнейшем я мог, да, рассказать, ответить на них, запах, то есть то, что мы чувствуем рецепторами и органами обоняния. Так вот, запах – это катализатор ощущений. Чувства, которые возникают после ощущений, это уже немножко другое, это субъективно, это как тот пример с чудесной девушкой и клубникой. В данной ситуации правильнее сказать, что запах, источником запаха являются ароматические, молекулы летучих ароматических веществ, соответственно, запах, по сути, является достаточно неизбежным элементом среды, в которой находится человек. И это тоже очень важное определение, очень важный тезис, потому что что-то на каком-то объекте может быть незамеченным человеком. То есть вы, допустим, делали ставку на какой-то атрибут, на какой-то элемент своего дизайна, а потом, к сожалению, вдруг, оказывается, вдруг, что человек не считал его в той глубине посыла, которую вы осуществили. Допустим, если у вас морская тематика. У нас с коллегой был объект, в котором были киты, основным элементом, то есть морская тема, но элемент был, как бы вам сказать, но он доминантный, безусловно. Но чтобы подчеркнуть эту историю, мы не стали использовать никаких морских мотивов, боже упаси, потому что, к сожалению, ароматизаторы морского контекста – это нечто ассоциативное с освежителями воздуха, даже если они достаточно высокого качества. есть некоторые марки, которые более или менее что-то приличное представляют, но это все же не до такой степени качественный аналог того, что вы можете почувствовать на море. Да и вообще, в принципе, запах океана моря, он весьма относительно приятный, да, учитывая количество всевозможных примесей в запахе, водоросли, какие-то уже гурманистические моменты, потому что сейчас любое побережье – это практически всегда какой-то элемент присутствия в человеке, в ресторанах, в кафе. То есть ничего чистого мы сегодня уже не найдем. Так вот, мы использовали очень глубокий, хороший, замечательный амбровый запах от лампы биржи, и, соответственно, таким образом, амбра, в принципе, натуральная, есть не что иное, как продукт жизнедеятельности кита, который пройдет в море от 10 до 30 лет. Она при этой выдержке имеет очень-очень приятный аромат, приятный запах. Соответственно, понятно, что сегодня, не то, что понятно, а я рассказываю о том, что сегодня этот компонент официально запрещен в использовании парфюмерных композиций, как для человека, так и в любом контексте, но химия прекрасным образом работает во благо человечества и, соответственно, имеет очень-очень важный инструмент воссоздания запаха, и, несмотря на то, что вы не можете использовать этот аромат, точнее, аромат натуральной амбры и натуральную амбру воссоздать, вы химики смогли, и он действительно приятный, он немножко слегка древесный, сладковатый, практически не ощущаемый в плане доминантного, но присутствие и атмосферу он заполняет замечательным образом. Так вот, заказчики были исключительно довольны тем, что они действительно... А там был... Я, конечно, это не сделал. Ладно. Потом, если кому-то будет интересно, но, в общем, там были высокие потолки и так далее. То есть, вам поддерживаю, она позволяла достаточно большое количество кубометров воздуха заполнить. Соответственно, про запах, да, то есть, ассоциативный ряд, который возникает у человека, здесь есть проблема. Если вы будете использовать какие-то моноароматы, которые, там, ну, не знаю, накапать каким-нибудь можно даже, да, вот я говорил о каких-то примитивных способах воздействия, можно накапать примитивно каким-нибудь маслом, ароматическим, да, но, к сожалению, эффект от этого может быть категорически отрицательный, потому что вы не знаете ассоциативного ряда человека, что ему нравится, что ему не нравится, и в итоге, вместо того, чтобы произвести благоприятные впечатления, вы рискуете. В этом случае есть огромное количество устройств, и, соответственно, все эти устройства зачастую, скажем так, снаряжены производителем большим количеством ароматических композиций, которые уже каждая по-своему будет и может влиять на восприятие ваших клиентов. Тут очень важно оговориться, да, когда мы говорим про вашего клиента. На самом деле тот сегмент, который может себе позволить вот сделать так, чтобы у них все зоны в доме были ароматизированы, или если это бизнес и офис, чтобы там, допустим, в туалете стоял один диффузор. А диффузоры – это вот такие вот устройства с палочками, которые регулируют количество запаха в атмосфере пространства. Соответственно, не все могут себе это позволить. В этой связи очень важно понять, что мы на заре всей этой истории, которая произошла, мы с моей коллегой делали по-другому. Она покупала эти вещи сама, как бонус своим клиентам. Это было достаточно обоснованно, потому что, ну, в принципе, ей повезло, у нее всегда были большие объекты по метражу. И, допустим, когда, ну, у нас в Петербурге цена квадрата до кризиса составляла порядка, там, полутора-двух тысяч рублей, ну, соответственно, меньше она никогда не получала, и для нее не было проблемой взять и приобрести сувенир для заказчика, который, во-первых, на будущее оставлял о ней приятнейшие воспоминания, был достаточно качественным и интересным аксессуаром и, соответственно, уже, скажем так, работал на нее, знаете, как вам объяснить, как реклама, потому что, когда заказчики зажигали ароматическую свечу в одном случае, в другом случае зажигали лампу Берже или пользовались какими-нибудь интерьерными духами, понятное дело, они всегда вспоминали о ней. Это очень важный закрепительный элемент, а, безусловно, в этом случае мы подбирали исключительно нейтральные запахи, то есть что-то универсальное. На самом деле композиций таких нейтральных по восприятию много, потому что производители давно поняли ситуацию с тем, что каждый потребитель индивидуальный в плане восприятия запаха и попытались уйти от ярких и отчетливо понятных составляющих элементов аромата. То есть чаще всего ароматы, которые продаются, они звучат как букет. Это большое-большое благо. По сути, имеет смысл перейти к такому важному элементу и рассказать по поводу каждого из агрегатов, которые вы можете использовать для того, чтобы ароматизировать помещение. То есть не всегда нужно тратить много денег. Но представьте себе ситуацию, что у вас есть какая-нибудь партнерная композиция. Это даже может быть необязательно что-то интерьерные духи. Это может быть просто что-то такое, что кажется вам достаточно универсальным. Ваши любимые духи. Это я говорю, конечно, про ваш дом или про ситуацию, когда вы можете использовать парфюмированную керамику. Керамика на самом деле весьма такой доступный элемент. Он продается в художественных магазинах. Он продается... Нет, есть моменты, есть магазины, там типа всяких БЛТ, ЦУМА, где вы даже сейчас на сайте можете зайти на сайт ЦУМА, и там будут керамические фигурки стоимостью по 17-20 тысяч рублей. Это немножко не та история. Это дороговато. Вот керамические элементы, которые продаются в самых простых магазинах по поделкам или еще что-то. То есть вот такую историю в свое время. То есть вот это тоже керамика. Просто так купив себе этот сувенир, я наношу на него любимый аромат, в принципе даже не касающийся интерьера. И он работает, источает этот запах. Но безусловно у него есть определенная зональность. И два варианта. Если вы наносите запах вовнутрь фигурки, если это фигурка, то само собой запах будет менее интенсивным. Но при том, при всем, за счет пористой структуры материала есть идеальная возможность сделать... То есть чем больше вы пользуетесь той или иной фигуркой керамической для одного и того же запаха, тем... Ну, или это не обязательно фигурка, это могут быть элементы, которые изображены на слайде, да? Подвесочки, мулечки, всякие штучки, камни, так называемые вот в середине, если вы посмотрите. То есть это просто керамический камень, на который надо наносить аромат, который со временем будет все больше и больше, ароматизировать зону вокруг самого себя. Интересный объект по одной простой причине и вообще способ ароматизации, потому что, когда вы используете такие мобильные устройства, не столь большие по зоне воздействия, у вас есть возможность убрать в... То есть быстро, да? Вы убираете источник запаха, и все. Допустим, с диффузором у вас такого не получится, допустим, пришел к вам кто-то в гости в офис, у вас на столе стоит керамическая, или у вашего заказчика. Стоит на столе керамический камень, ароматизированный ароматом, да, который вы подобрали вместе со специалистом, или сами. Заказчику не нравится запах, он, допустим, каким-то образом это откомментировал сам, или жене сказал, или еще что-то. Вы можете взять и в какой-то момент убрать этот объект, и он не будет мешать. С какими-то другими способами ароматизации помещений, конечно, такой мобильности, к сожалению, нет. То есть нужно либо уже проветривать, либо более активные действия для того, чтобы устранить запах. Я говорил вам про продукты горения, и вот самый универсальный и лучший продукт, я имею в виду в ароматизации, да, и самый такой, с моей точки зрения, лучший по всем фронтам, это в первую очередь игрушка. Ну, как мальчику мне это всегда было интересно, то есть все, что можно что-то тут поделать, сделать, то есть это очень интересно. И ее нужно, эту лампу, зажигать. Работает она по принципу каталитического горения, изобретена была в конце XIX века, на самом деле, в медицинских целях, для того, чтобы обеззараживать атмосферу помещений в больницах. Конечно, выглядели они совершенно иначе, более топорно точнее, но принцип был тот же. В емкость наливался спирт, а с помощью каталитической горелки, которая нагревается до 500 градусов и является тем элементом, который позволяет субстанции, которая находится в самой емкости, ароматической субстанции, подниматься и испаряться с достаточно большой интенсивностью, достигает эффект достаточно быстрой ароматизации помещения. И главное, что эта лампа работает еще и на здоровье. То есть, когда вы преподносите подобный подарок или агитируете своего заказчика на приобретение подобного аксессуара, вы, скажем так, делаете чуть больше, чем просто, скажем так, что-то ему продаете в любом случае. Плюс ко всему, у Ландерже есть невероятный, замечательный, просто какой-то снапсшибательный дизайнерский ряд, представленный во всех коллекциях. То есть он настолько разнообразен и настолько универсален, что к каждому проекту можно подобрать что-то свое. У них относительно демократичный ценник. Не знаю, что сейчас будет после того, как поставщики пересчитают стою с евро и долларом, пока из старых запасов продают по определенным ценам, то есть 5, 7, 10 тысяч рублей. Безусловно, когда речь идет о том, чтобы кому-то это приобрести, подарок, да, вот как я вам сказал, кажется, что не очень, да, но вспоминаем историю про жвачку и чаевые. В данной ситуации, конечно, нет никаких чаевых, то есть редко заказчикам нравится дизайн проекта настолько хорошо, что они готовы заплатить вам сверху договорную цену. Ну, такое тоже, кстати, случается, да, но это что-то из области один на миллион. Так вот, по сути, даже если у вас небольшой проект, ну, само собой, что нет смысла это делать, или если вы видите перспективность клиента, может быть, и есть смысл. При минимальной стоимости, там, 50 тысяч рублей, да, проекта, когда это какая-нибудь студия, и метр по тысяче рублей, и максимум, что вам светит, это авторский надзор, и больше ничего, я имею в виду по прибыли. А если вы понимаете, что у этого человека или у этой девушки замечательные родители, которые спонсируют всю эту историю, и вообще, в принципе, сами хотели бы в дальнейшем, то сделать ремонт, дизайн проекта на основе уже, ну, чего-то более стоящего, чем просто ремонт, то, конечно, стоило бы подумать на тему того, как использовать такой элемент подарка, да. И в этой связи лампа Бирже, мне кажется, и представляется идеальной историей. Но это весьма тело вкуса, скажем так, да. Поэтому, не настаивая на том, что... А, есть одно «но». У нее есть недостаток, безусловно. Если вдруг вы забыли ее погасить, то есть там есть такая штука, вы когда ее открываете и зажигаете, она горит, ее надо затушить, и она начинает греть. То есть там все эти диски платиновые с керамикой, которые, по сути, представляют собой эту каталитическую горелку, они нагревают очень сильно. Если ее не погасить в дальнейшем, не накрыть специальным колпачком, то, к сожалению, вся субстанция ароматическая, она вся испарится. Ну, это будет происходить долго, там, несколько часов, там, 24 часа. Но это произойдет. То есть, соответственно, есть опасность потерять содержание и наполнение самой лампы. Это не есть хорошо. То есть не для забывчивых игрушка, поэтому перейдем к другому интересному элементу рома-дизайна. К сожалению, опять же, правый верхний угол закрывает видео. А на правом верхнем углу это левитирующий диффузор, который изобрели тайцы, по-моему, тайваньцы, тайвань. Очень интересная штука, но сейчас пока об этом, обо всем остальном. Вообще, в принципе, диффузоры, да, что такое, как их есть, с чем. Диффузоры бывают электронные и неэлектронные, как вы видите на слайде. Электронные. Чаще всего, честно вам скажу, минус, по-моему. То есть я вообще против электронных диффузоров. Это неудобно. Есть люди, которые любят какие-то технические новинки, для них, наверное, это чудесный подарок, чудесный аксессуар, то есть запах и техника. В принципе, вот в этом случае, пожалуй, использование таких элементов уместно. Зачастую они все китайского производства, и поэтому не элитного и не вип-качества. То есть немножко такой идет момент, то есть даже вот верхняя левая лампа стоит 10 тысяч рублей на слайде, если вы посмотрите. Относительно, она пластиковая, и весьма относительно ее декоративные свойства. Она интересна тем, что там надо залить, накапать туда субстанцию ароматическую. А, еще есть плюс в том, что из нее, вот из этой тоненькой, чудесной, из этого носика, начинает струиться дым. Пар, точнее, конечно же, не дым. И это, то есть основной и самый интересный эффект, исключительно в этом зиждется, поэтому выглядит, как ионизатор воздуха, поэтому не знаю. У меня вызывают большие сомнения, но вкус и цвет товарищей нет, поэтому рассказываю про все. Да, ниже диффузоры другой модификации, но тоже электронные по левой стороне расположены. По правой стороне, правый нижний угол и внизу. Классические диффузоры с палочками, правый нижний угол, или же с либо керамической проводкой, либо тканевой. Материалы, да, используются совершенно разные, принцип один и тот же. Вместо в лампе Берже есть элемент каталитического горения, поэтому интенсивность распыления и обеззараживания воздуха происходит. Здесь происходит исключительно испарение ароматических веществ через элементы, которые, по сути, являются проводниками субстанции, то бишь, чем больше палочек у вас направлено наверх, тем, соответственно, интенсивнее будет расположен, интенсивнее будет запах в помещении. С цветочками все то же самое, и это, пожалуй, самый неудобный вариант, потому что вы никак не можете регулировать интенсивность распределения запаха. Это плохо и неправильно, потому что иногда случается, что купив качественный ароматизатор диффузор, вы понимаете, что ароматическая композиция настолько сильно распространяется в воздухе, что вы бы хотели пригасить всю эту историю, но у вас не получается, соответственно, увы и ах. А про левитирующий ароматический диффузор от тайваньских дизайнеров видите, к сожалению, сбой в том, как выглядит презентация при закачке на этот сайт, но в конце концов, это не так принципиально, я могу произнести. работает по принципам левитирующей магнитной левитации и по сути вот та тарелочка золотого цвета ИС-6, которая является верхней частью ароматизатора и диффузора, это основная действующая часть этого устройства. Тарелочка раскрывается, то есть она снимается, туда капается абсолютно любая ароматическая композиция и в этом смысле есть замечательный момент. Я обожаю не только то есть аромодизайн безусловно является важной частью моей деятельности, но при том, при всем, я очень много уделяю времени о парфюмерии де-факто. То есть и в этом случае я считаю, что в парфюме как таковом, вот в мире запахов для человека существует гораздо более богатое и интересное количество композиций, нежели чем у производителей интерьерных ароматов. И в этой ситуации вот этот левитирующий диффузор, он интересен тем, что вы можете использовать вообще что угодно. Вы можете использовать эфирное масло, вы можете использовать свои любимые духи, вы можете использовать интерьерные духи в том числе, но абсолютно любая ароматическая субстанция и это дает абсолютный полет для фантазии. Это очень приятно, потому что к сожалению я увлекся парфюмерией наравне с аромодизайном и конечно же я понял, что для человека стараются чуть больше, то есть там выбор богаче. вариант про скажем более универсальный а в то же время и не очень. К чему сводится? Прошу прощения. Свечи. В принципе опять же элемент горения есть нехорошо, потому что выжигают кислород. Сделали однажды камин из ароматических свечей, очень эффектный и замечательный скажем элемент интерьера получился, но в итоге когда зажигали потом было необходимо проветривать и в итоге все равно весь аромат уходил. Красиво смотрится, приятно в использовании, но к сожалению по результату через 20 минут нужно что-то с этим делать. Но это был объем свечей, там их было 12 штук. В данной ситуации достаточно часто производители предлагают покупать одну свечу, они бывают совершенно разных объемов, вот от таких вот маленьких заканчивая вот такими ведрами. Ведра смотрятся исключительно прекрасно, но опять же стоят тысяч по двадцать, да и маленькие в принципе, ну я имею ввиду средние маленькие, маленькие там что-то вроде около тысячи двух, а ведра там по шесть, по семь. Опять же это все, что сейчас происходит по старым ценам. Что будет дальше, я к сожалению прогнозировать не берусь, опять же этот рынок не столь динамичен, как могло бы может быть хотеться, и само собой еще остались старые какие-то запасы у людей, которые торгуют этим, во всяком случае в Петербурге. Цену ЦУМа я еще не мониторил, они сейчас в принципе пытаются выводить все на европейский уровень, имеется ввиду соответствие просто не. Свечи интересны тем, что являются одним из таких очень романтических и очень приятных элементов с точки зрения живого огня, это очень важно. Поэтому тут уже вопрос пристрастий и, конечно же, в каждом случае чем-то приходится жертвовать. Ароматические духи, интерьерные духи один из самых распространенных вариантов, по сути, такой понтовый вариант освежителя воздуха, только не с распылителем, который вовсю пульверизирует на 2 метра, а чуть более зонально действует, но зато интенсивность их распространения гораздо выше помещений. Их рекомендуют использовать так же, как освежитель воздуха, направляя вверх, распыляя как можно побольше площади, 2-3 пшика, но в данной ситуации я считаю, что это не очень нормально и не очень правильно, потому что если у вас в дизайне используются деревянные полы, безусловно, они лакированы, еще что-то, но, во-первых, масло, оно будет так или иначе соприкасаться с, то есть, каждая парфюмерная композиция представляет собой сочетание спирта и масел, соответственно, понятно, что спирт до тех пор, пока капли, микрокапли достигнут пола испаряется, но при том, при всем могут происходить всевозможные истории с пятнами, еще с чем-то, не дай Боже, там, или, если вы наносили когда-нибудь, пользуетесь в селективной парфюмерии, нишевой, когда вы наносите на руку аромат, там образуется такое очень явное масляное пятно. Вот, сделав три пшика в одном месте, вы можете рискнуть, вообще просто поскользнуться на этом месте, как бы это глупо ни звучало, такое действительно происходило однажды, поэтому вот на всякий случай предупреждаю. Сегодня хорошо тем, что производители стали делать интерьерные духи такого же уровня и класса, некоторый, такого же уровня и класса, что и для человека. То есть, это не моноароматы, это ароматы букеты, которых не всегда слышится какие-то доминантные составляющие и в этой связи, конечно же, это гораздо приятнее для потребителя. Есть еще один раздел ароматизации пространства, он относится к промышленному контексту и уже непосредственно имеет отношение к аромамаркетингу, селективному маркетингу. Это большая площадь пространства. То есть, каждое устройство, которое изображено на этом слайде, оно имеет свой предел распространения в кубах, в воздух. Соответственно, по нарастающей, точнее, как бы левый, давайте так, левый нижний угол это обычный распылитель и единственное, что у некоторых производителей чуть более богатая палитра запахов, которая интересна тем, что не будет пахнуть тупо освежителем воздуха, будет что-то побогаче, скажем так. И в этом смысле элитные рестораны, приличные места, где не хочется, чтобы был элемент ассоциации с стандартным местом. Есть и такой вариант, это левый нижний угол. Зональная история очень интересная, но, к сожалению, ушла сейчас с питерского рынка, и я больше необходимости не было, я не искал. Ароматизированные деревья, левый верхний угол, имеют зону ароматизации, на самом деле, достаточно высокую в замкнутом помещении, небольшую на открытом воздухе, оно при том, причем, если без ветра, то в принципе чуть ли не то же самое, что и в помещении, то есть порядка 10-20 квадратов вокруг себя, они ароматизируют, то есть срок у них годности порядка года в замкнутом помещении и чуть меньше полугодия на улице, потому что выветривается быстрее, плюс ко всему, если это дожди, еще что-то, то, конечно же, это, к сожалению, все смоется, выветрится гораздо быстрее, то есть какие-то тенты, да, я имею в виду крытые террасы, безусловно, да, будет работать замечательно на летний период, очень интересно, ну, я видел, встречал только аромат апельсина, очень качественно выполненная композиция, очень достойная, я прям вот вдохновился тогда этой находкой, использовали мы ее на террасе питерского кафе, и эта штука получала исключительно положительные отзывы, в том смысле, что все думали, что это живое, в итоге оказывалось, что нет, и поэтому все эти вот апельсинки декоративные, которые на нем были, периодически срывали, тут же бросали, ну, в общем, сами понимаете, к сожалению, они все и не всегда готовы просто созерцать красоту. Тоже этот элемент нужно учитывать, да, потому что не всегда человек бросит обратно или прикрепит обратно в знак, увидев, что это натуральный элемент. Можно забрать себе, потому что даже сами эти штуки, они тоже пахли, я имею в виду апельсинку. Правый верхний угол и центральная позиция это, скажем так, нестационарные элементы, в которых заправляются вот картриджи, как центральные позиции, баночки такие специальные, по сути действуют по принципу выкол и интенсивность распределения регулируется. Как вы видите, в принципе, обе установки однотипны, только есть один важный нюанс. у них есть угол воздействия, то есть центральная позиция, она все же рассчитана на более вертикальные элементы, то есть, допустим, когда мы делали гостиницу и там было пять этажей, мы поставили центральную историю. воду, я вам рассказываю только про то, что знаю, возможно, я что-то упущу. Вот это был идеальный вариант именно для этой позиции и все пять этажей замечательным образом наполнялись постепенно, мы выставляли минимальную скорость ароматизации, интенсивность ароматизации. Нам начали путать с пепельницей, люди приходили, жаловались, что вот зачем у вас стоит пепельница, в итоге эту историю пришлось убрать. Соответственно, хороша для ароматизации вертикальных зон, больших вертикальных зон. Правый верхний угол тоже нестационарная динамичная конструкция, устройство, которое позволяет по сути иметь источник запаха, я имею ввиду, скажем так, расположив его правильным образом, вы можете регулировать интенсивность распределения от одной зоны к другой, то есть если у вас большое пространство и есть бар, и вот за баром, если поставить эту штуку, то, конечно же, никто этого не увидит, то есть вопрос декора и прочего, да, то есть встает, как это спрятать, чтобы это никому не мешало, потому что когда мы поставили потом эту историю за барную стойку однажды, получилось так, что девушка, которая работала барменом, не смогла находиться рядом с ней, потому что интенсивность запаха для нее была сильнее, нежели чем для тех, кто находился за барной стойкой, потому что уже к тому моменту потихонечку рассеивался запах, пока он доходил непосредственно до людей, на которых был направлен в первую очередь аромат услуга. Правый нижний угол речь идет о вентиляционных системах, все это делается достаточно просто, не то чтобы просто, тут вопрос, есть ли у вас вентиляционные системы, но обычно сейчас в промышленных во всех историях это всегда торговые комплексы, прочие там Массима Дутти какие-нибудь и прочие магазины чудесные, которые используют ароматизацию промышленного тока, на часть вентиляционной системы доставляется картридж, который содержит в себе ароматический элемент. Это уже делает непосредственно специалист по вентиляционным системам, я имею ввиду фирма, которая все это устраивает. Здесь зона покрытия сумасшедшая до тысячи кубов, в смысле она достаточно большая, чтобы использовать это в промышленных и торговых масштабах. Поговорим просто в ради факультатива цвета и радости о том, какие бывают элементы ароматического декора и как это происходит. Но вообще, конечно, в данной ситуации вопрос очень условны, потому что я вам уже сказал про то, что если вдруг мы с вами будем использовать, каждый из нас будет использовать какие-то моноароматы, то есть вероятность очень-очень сильно навредить себе, потому что клиент, заказчик или еще кто-то может, ему может не понравиться этот запах. Я имею ввиду все-таки промышленный, сенситивный маркетинг. Если мы говорим про дом, если вы подарили или убедили человека заняться аромодизайном пространства, то, конечно, там все происходит индивидуально. Я обычно, когда меня вызывают, приезжаю с теми пробниками, которые есть, замечательным образом сидят люди, получают большое удовольствие, слушают запахи и выбирают, чем бы они хотели, чтобы у них в доме пахло, чтобы они это могли регулировать и прочее, прочее. Потом привожу на эту лампу биржей и все, соответственно, они уже сами наполняют и сами начинают играть в эти игры. А ситуация с тем, как влияют запахи, важно знать, это интересная информация, хотя бы в том числе для бытового собственного использования. Опять же, да, просто предлагаю вам считывать информацию на момент того, как и что я рассказываю, потому что все-таки зачитывать просто то, что написано, смысла большого не вижу. Помимо того, что написано, правда, здесь добавлено, цитрусы являются одним из важных побудительных ароматов для приобретения и принятия решения. то есть, если у вас идет какой-то процесс продажи, процесс убеждения, то цитрусы это такой своего рода аромат согласия, поэтому вполне, то есть, но опять же, цитрусы бывают теплые, бывают холодные, да, лимонный запах достаточно острый и едкий, то есть, тут очень важно понимать, и это действительно все упирается в психологию запахов, которые я тоже занимаешь, поэтому тут, знаете, непосредственно личность, почему существует такая услуга в принципе, да, почему она выделена сама по себе, потому что есть такая история, как ароматерапия, она, безусловно, в первую очередь относится к медицине, к медицинскому контексту, к псевдомедицинскому в том числе, потому что речь происходит, идет о том, что вы накапали себе масло какого-нибудь на хлебушек или на сахар, и в итоге там масло розмарина обладает, допустим, какими-то там противогрибковыми свойствами. Проиводились исследования, это на самом деле не до такой степени так, к сожалению, было бы приятно лечить с чем-то натуральным, но, увы, это не так. А вот воздействие на психику, те исследования, которые проводились в 20 веке, что есть градации, есть ароматы, которые имеют определенные четкие свойства, которые непосредственно помогают людям даже с психическими отклонениями корректировать их поведение и прочее, и прочее. Это все присутствует, это все есть, потому что все это направлено на воздействие в голову. Читайте, пожалуйста, если вам это не сложно, чтобы я просто не повторялся и не произносил этих вещей, да, про элементы, запахов, которые существуют и как они воздействуют. Я прошу прощения, жасмин, ну, трава только что была, да, жасмин, тут очень есть сложный момент, есть так называемая история про индольные ноты, да, это ноты с некоторым неприятным околоживотными запахами, и они очень сложно воздействуют иногда на людей, и в этой связи есть проблема. вот такого рода запахи типа жасмин, тубероза, ландыши, лилии, да, в принципе, вспоминайте, да, когда обычно разговариваешь с людьми, не это что-то вживую, видишь их реакцию, сразу становится понятно, что что-нибудь из этого кому-нибудь да не нравится обязательно, то есть это тяжелые запахи, которые совершенно не приспособлены для того, чтобы быть замечательными доминантной ароматической составляющей, то есть это баловство в плане ароматерапии имеет право быть, а вот в плане аромодизайна это очень как бы яркий элемент, который не всегда могут воспринять правильно, но если опять же заказчик хочет, в конце концов, и в конкретной ароматической композиции этот запах его не раздражает, в конце концов, хозяин, барин, все прекрасно, но допустим для подарка, если вы решили оставить у себя приятное впечатление, приобрести какой-то элемент ароматический, артефакт, заказчику в конце проекта сделать такой подарок, это плохой подарок вот с таким ароматом, да, потому что вы можете не угадать, у человека начнет болеть голова, ассоциации с вами будут в итоге, к сожалению, крайне негативные. Жасмин и все белые цветы достаточно опасный элемент в плане универсальности, в плане общем вполне имеют место быть, никто не запрещает в частном плане, а вот в общем плане нет, пожалуй, не стоит. Хвойные, честно вам скажу, говорят, уменьшают стресс, проблемы в другом. Недорогие запахи и ассоциативный ряд с ними связан чаще всего негативный. Если это неграмотно и качественно вдруг составленная ароматическая композиция на тему леса, все-таки такое случается изредка. Поэтому если заказчик хочет, если это подарок или совет кому-то, то скорее нет. запах лаванды универсальная средка, которая давным-давно всем известна эти подушечки с лавандой, повязки на глаза с лавандой, то есть сон, спальня и так далее. Но вопрос интенсивности. На самом деле у лаванды по классификации ароматических, ароматического воздействия запах острый. То есть он в неправильной дозировке может оказаться пробуждающим, а не уцепляющим. То есть почему лаванду кладут в подушку в сухом виде, почему не говорят о том, что там нужно куда-то чем-то. Не говорят, конечно, что нужно капнуть масло, но это совершенно и ересь, или оно должно выветриваться еще два дня до того, как вы приступите к использованию того или иного объекта, который вы снабдили, который вы накапали этим маслом, потому что на самом деле очень интенсивный запах, а в сухом виде у нее совсем другое ощущение, мягкое, приятное, сухое, причем, что важно, то есть он не доминирует, не заполняет собой пространство. Тоже имейте это в виду. Опять же одним из самых интересных элементов, допустим, у вас нету денег, или вы не хотите тратить деньги на своих заказчиков в большом объеме относительно сувениров, связанных с аромодизайном, чего-то стоящего, типа лампы бирже или свечки за 7000 рублей, хотя, поверьте, они это оценят. Саше. Есть замечательная история под названием Саше. Это штучки, которые рассовываются по шкафам, чаще всего с одеждой и бельем. В этом случае есть свой нюанс в том смысле, что не каждый заказчик положит в свой шкаф то, что вы подарили, но вот эта игра с запахом, возможность попасть может быть даже. То есть, если вы не будете использовать что-то тяжелое и сложное в плане восприятия, не универсальное, то вероятность того, что человеку, который с вами взаимодействует в профессиональном смысле, будет гораздо приятнее. Вероятность в этом случае достаточно высокая. То есть, использовать этот элемент как первое, скажем, повышение собственного статуса в глазах. Я имею в виду, что вы обладаете навыком и знанием хотя бы, как минимум, о том, как еще можно нарастить по сути удовольствие от атмосферы, которую человек себе заказал, которую вы сделали. Плюс история про в принципе попадание с любимым запахом такое иногда случается. Не всегда, но у меня было. Когда ты предлагаешь человеку, а он, точнее, ну как, я, то есть, когда делают подарок, и вот когда я предложил, допустим, тот или иной запах, а в итоге получилось, что самым чудесным образом там аромат граната, это вообще очень относительная история, да, ассоциативный ряд с гранатом у человека был очень яркий и приятный. Но он, в принципе, аромат гранаты достаточно часто используется. Есть такие марки, как Санта Мария Новелла, Ланда Держи те же самые, то есть, у них это представлено ярчайшим образом, хотя вроде да, как пахнет гранат. Вот вся прелесть этого аромата в том, что он нейтральный, он как бы, у него нету никаких отрицательных ассоциативных свойств. Есть аромат, вот про индольность, про белые цветы, я вам сказал, это вот эти вот животные ноты, которые чаще всего, мускусные ароматы, всегда вызывают споры. Правда, к счастью, к счастью, в интерьерных духах практически никогда не используются такие ароматы, не в смысле, что я их не люблю, я уважительно отношусь к этой категории запахов, но, увы, если вы вдруг решили использовать какие-то хорошие свои духи для того, чтобы нанести их на керамический камень, то с использованием вот этого компонента пожалуйста, этого не делайте. Мята, чудесный, тоже достаточно свежий элемент, вообще динамичные пространства, движения, прочая-прочая свежесть, да, замечательный способ изменить обстановку, сделать ее более, скажем так, динамичной. Корица, скажем так, весьма универсальный элемент, то есть важно почему понимать, что ассоциативный ряд со специевыми запахами, господи, простите, он очень относительный. Есть люди, которые четко ассоциируют специи с кухней, и поэтому даже самый дорогой парфюм, не то, что уже там просто разбрызганная комбинация глинтвейн будет вызывать стойкое неприятие и отторжение. Пожалуй, не самый лучший элемент. Есть данные о том, что корица способствует улучшению работы мозга, улучшает моторику, внимание, память, зрение, но при том, при всем, у этой медали есть другая сторона. Интересный, универсальный, достаточно нейтральный запах, и это, честно говоря, мой самый любимый. Правда, я совсем недавно ходил по парфюмерным магазинам и наткнулся на один из ароматов, который чуть было снова вдруг не приобрел, и оказалось, что большинство моих импульсивных покупок, моих личных, ни в коем случае не говорю вам про это, как про какую-то панацею. Вот в моем случае меня, видимо, можно купить за зеленое яблоко. Яблоки прекрасный нейтральный аромат, природный, лучше, чем травяной, потому что трава скорее холодный запах, яблоки все же чаще всего теплые. Достаточно часто встречаются в интерьерных ароматических композициях присутствуют, существуют, есть. в принципе основного и важного я рассказал вам все. Я бы хотел, чтобы вы, если у вас есть хоть какие-нибудь вопросы, задали мне их, пользуясь чатом, потому что ежели вопросов не будет, то мне остается только порекомендовать вам при необходимости обратиться за советом ко мне и, соответственно, может быть, попробовать сделать палитру своих возможностей в глазах заказчика чуточку шире, чуточку больше. есть кто-то живы? Или я подробно достаточно рассказал, что вы не хотите задать ни одного вопроса? Окей. Ну ладно, большое вам спасибо за внимание, опять же, если есть вопросы, да, почта, телефон, имейл, так, подождите. Задали замечательный вопрос сейчас, Алексей, что вы посоветуете в кафе пироговых или пирожковых, возможно, опечатка. Дело в чем? В принципе, какой аромат? Достаточно то есть в этом случае не посоветую вообще ничего, объясню почему, потому что с точки зрения аромамаркетинга запах свежей выпечки и аромат кофе являются одними из самых любимых ароматов людей и самыми привлекательными. То есть ваша задача в этом случае, если вы являетесь дизайнером или владельцем подобного заведения, настоять на том, чтобы вытяжка, которая идет от места, где варят кофе или пекут губки, в то же, что они не горят, чтобы она шла в сторону клиента. То есть нужно продумать элемент, нужно продумать вентиляцию таким образом, чтобы запах шел на улицу перед кафе. Примерно такую историю делают в основном в торговых центрах, но там есть возможность замечательной вентиляционной коммуникации. но в принципе да. Так что в кафе и в пирожковой это вообще идеальный вариант, где ничего не нужно делать лишним. Алексей, я буду зачитывать далее вопросы. Алексей, какой запах вы порекомен... Извините, погас экран. Какой запах вы порекомендуете в строительных магазинах, салонах, плитки, обоев? Давайте правильно поймем друг друга. да, тут очень важно. Тут важно, какой магазин, какой салон, какие обои. Потому что если у вас магазин, салон, плитки, обои, плитки и обои, смотря какой у вас ценовой диапазон, я с удовольствием отвечу на этот вопрос вам, когда вы напишите мне на почту среднюю стоимость ваших материалов, почему, или кинете каталог, каталог, простите, от среднего и выше. Чудесно. Вип-аромат, да, то есть такой элемент принадлежности к высшему сословию, это два типа запахов, кожаные и древесные, выдержанные, кожаные и древесные, то есть возможно даже с какими-то алкогольными нотами, то есть не в смысле, что вам нужно ходить по салону и коньяк разбрызгивать, а в смысле, что есть такие композиции, которые содержат эти элементы и по сути этот ассоциативный ряд сводится и это доказано давно, он сводится к любви людей к казино. Вот в казино чаще всего раньше, когда они у нас существовали в России, не были запрещены точнее, скажем так. В казино использовали именно такие ароматизаторы, чтобы создать ощущение а. натуральной кожи, б. дорогой древесины, б. богемного такого около скажем так, дорогого образа жизни. Вот такие элементы. Возможно табачный элемент, но тут очень сложный вопрос. Табачные композиции чаще всего кислят. Это очень важно понимать. Салон красоты кром... Так, еще один вопрос по поводу аромата. Какой посоветуете в салон красоты, кроме совета по вентиляции? Я как бы салон красоты по вентиляции ничего бы и не по... и не посоветовал бы по поводу вентиляции. Понимаете, в салоне красоты есть свой нюанс. Есть ли солярий в салоне красоты? Скажите, пожалуйста. Сейчас подождем ответ. Наталья. Нету. Хорошо. в этом случае салон красоты предоставляет услуги. Тут тоже это очень важно, потому что если там есть парикмахерские услуги или нет, бывает и такое, что волосы не стрибут, ногти, ресницы, ноги все делают. просто ладно, в принципе это не сильно важно, но там работа фенов, прочее, 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 да, вот это вот тоже запахи, которые распространяются от работы с волосами, это очень важно. Вот, видите, хорошо, есть и стрижки, маникюр и покраски. Вообще шампуни, которые используются в салонах и прочее, они имеют достаточно интенсивный запах. В этой связи, а когда, допустим, клиенту помыли или клиентке помыли голову, чаще всего аромат этих шампуней такой цитрусово-ментольный, сейчас, во всяком случае, это своеобразный какой-то тренд, не знаю, с чем это связано, но чаще всего, во всяком случае, манчиком так моют. Так вот, лучше всего использовать что-то в этом же ключе, что-то свежее, что-то, что-то, то есть, я бы сказал, что эта композиция могла бы быть цитрусовой, с ментольным, может быть, искусственно, знаете, есть такие ароматы, связанные как бы с горной чистотой, там, вот, свежий воздух и так далее. То есть, такие композиции тоже, кстати, представлены в Ламбберже, они присутствуют, поэтому я бы обратил в Таежный лес, там, еще что-то, то есть, вот такие вещи, чтобы, просто так как очень много техники, очень много вот этого всего, очень приятно, когда вдруг повеет какой-нибудь свежесть. может быть, кто-нибудь еще что-нибудь хочет узнать? Люди пишут спасибо, я с удовольствием отвечаю, пожалуйста, опять же, если какие-то уточняющие вопросы, можете задавать их по имейлу, телефону, я не всегда могу ответить, к сожалению, на телефон, также сайт, который указан, да, на этом слайде вы можете видеть, в принципе, почитайте, потому что на самом деле тут еще маленькая оговорочка, я позволю ее себе, она немножко не в тему, а в то же время в тему. Так вот, иногда бизнес, это не только то, что делаете вы, а то, как вас воспринимают, да, и в этой связи, я прошу прощения, сейчас я договорю то, что я хочу сказать, потом я прочитаю еще один вопрос, который прислали, так вот, в этой связи очень важно отдавать себя отчет, как вас воспринимают клиенты, и каким образом себя позиционировать, запах, в принципе, относительно помещений, подарков, и прочего относительно клиента, это одно, все мы знаем, что существует элемент получения заказа, да, не все работают по принципу дядя пришел и принес, в том смысле, что, да, кто-то работает на себя, кто-то работает как фрилансер, да, и, соответственно, получается, что вы приходите на встречу, вы общаетесь, вы взаимоотношаетесь по поводу перспектив сотрудничества, да, выдуманное слово такое, но люблю его использовать, извините, оно достаточно универсально, так вот, соответственно, вот элемент воздействия, элемент позиционирования, некоторые вопросы, возможно, вы найдете ответы на сайте, заходите, прочитаю вопрос, попытаюсь ответить, Алексей, хотим взять в аренду помещение кафе, но там долгое время была печка, пахнет дровами, чем можно заглушить этот запах? Честно вам скажу, все зависит от тех материалов, которыми оформлено помещение. Сейчас, извините, чем оформлено помещение, если это, то есть, очень важно, если вы сейчас соответствует... Кстати, да, хорошая дына. Итак, про запах и печку, не выветривающийся запах дына. Нейтрализовать запах можно, есть, я говорю об этом как об элементе воздействия, то есть, я ни в коем случае это не рекламирую, чтобы вы понимали, то есть, то, что знают. Так вот, лампа Берже с нейтральным запахом, у них есть нейтральный субстат, да, то есть, это просто жидкость, которая заливается, она не имеет никакого запаха, вы точно так же зажигаете лампу Берже, и она полностью нейтрализует запахи в течение получаса. Даже, там, от какой-нибудь камбалы, да, если вы ее жарили, вы знаете, как это пахнет иногда, ну вот, то есть, но, у этого есть срок действия, и я бы на вашем месте, прежде чем заниматься подобной историей, то есть, вам придется зажигать эту лампу Берже постоянно, и, честно говоря, тут вопрос, насколько сильно пропитаны материалы, которые пахнут сейчас, потому что, если была печь, то это просто стены, пол и потолок впитали, если у вас там наверху на потолке какие-то плиты, которые впитали в себя этот жуткий запах, ну, не жуткий, а запах, да, дров, их надо заменить. Я понимаю, что это не дешево, но если вдруг в какой-то момент или придумать элемент, где, ну, то есть, какой-то, может быть, декоративный элемент, который вам позволит обыграть запах дров. И сделать это вообще какой-нибудь фирменной фишкой самого кафе. Как вариант. И вам не придется тратиться на ароматизацию помещения. То есть, можно пойти от обратного, придумать элементы кора. Дальше вопрос. Вы рассказали про вид запахи, а есть ли, наоборот, универсальные демократичные ароматы. Есть. Есть такая фирма, называется Натетциана Терренси. Это парфюмерная фирма, то есть, они выпускают ароматы для людей. и встали, но большинство сейчас достаточно развитых производителей парфюмерии, они используют разные направления развития своего бизнеса. Так вот, у них есть белая серия в том числе, и вот эта белая серия представлена некоторым количеством, четырьмя, по-моему, разновидностями, или шестью разновидностями свечей, и все ароматы там достаточно легкие. К чему это сводится? К каким компонентам? Чтобы было понятно. То есть, я вам сейчас рассказал, мало ли вы знаете, где у вас, в том регионе или там, где вы живете, есть где послушать эти ароматы в свече или не в свече. Необязательно задать вопрос продавцу-консультанту. Так вот, если говорить по компонентам, то нейтральными, легкими, демократичными, непретензиозными, но приятными ароматами являются аромат цветка хлопка, мускус, как бы я ни говорил про него, что люди не очень хорошо к нему иногда относятся, или во всяком случае, что это спорный компонент, в аппаратмерном контексте, именно с точки зрения ароматизации помещений, эта история не имеет таких животных нот, животных ощущений, которые обычно с мускусом связаны. Это некоторое подобие ощущений, потому что мускус, он, скажем, слегка щекочет нос, не более того, вот в таком исполнении, в интерьерном. дали запах пиона, запах, есть такие ароматы, которые классифицируют, как запах лотос, водяная кувшинка, это может звучать, я имею ввиду в композиции, если вам про это говорят. Также, сейчас скажу еще, вот до этого упоминал, помните, про тайгу, таежный лес, вот есть такие звонкие, холодные и очень-очень, вообще, в принципе, холодные запахи, давайте все-таки так классифицируем, обобщаем, потому что есть теплые ароматы у компонентов, а есть холодные. Это очень важно понимать, потому что вот теплые это дерево, алкогольные ноты, кожа, роза, белые цветы чаще всего, на самом деле не всегда. Иногда случается, что парфюмерам, которые создают эти ароматы, удается создать композицию холодную, но это редкость, флёрдоранжи, всякие, вот флёрдоранжи, он, пожалуй, чуть более холодный, сандал является холодным, а, ну, про теплые. Аромат, сейчас давайте я себе классификацию просто открою, чтобы сейчас на свою больную шутку голову не брать вам ничего, а просто перечисляя основные распространённые компоненты, разделю их на холодные и на тёплые. То есть тёплый аромат это аромат, создающий уют, холодный аромат это аромат, создающий свежую, приятную атмосферу. секунду, я прошу прощения. Все цитрусовые ароматы можно отнести в основном к холодным ароматам, кроме какого-нибудь красного апельсина или вдруг случайно отнесённого вот в эту же категорию заслащенного цитруса, который там ванилию подстелили со всей дури и деревяшкой такой, то есть получится, что апельсин, но вот апельсин более тёплый, чем все остальные цитрусы. Я бы не советовал использовать как нейтральные компоненты, есть ароматы, которые сводятся к каким-то таким элементам типа глины, земля, то есть ещё что-то или смолы, да, вот такие какие-то тяжёлые запахи, это большая редкость, к счастью, в парфюмерном смысле, именно интерьерно-парфюмерном, но проблема в том, что если мы обсуждаем с вами керамические всякие штуки, да, подвески, объекты, то вот мало ли вам придёт в голову надушить их чем-то своим, вот чтобы желательно, чтобы там не было ничего такого. Тем более смола, она ассоциируется как раз с еловыми нотами, еловым лесом, это не самый дорогой запах, да, то есть надо понимать, что есть запах кофе, кофе пробуждающий запах, чаще всего это ассоциативная привязка, с этим ничего не поделать, я лично вообще ненавижу кофе, и когда пахнет кофе, мне совсем невкусно, к сожалению, но при том, при всём, большинство людей любят кофе, я не могу, не должен его пить для того, чтобы иметь возможность различать запахи, в основном, кстати, одним из мифов того, что нужно нюхать кофе, когда вы пытаетесь найти новую ароматическую композицию какую-то или распознать между ними, это миф, вам нужно пить воду, и даже не кофе, а просто воду, смывать все самые молекулы летучих ароматических веществ, которые осели у вас на рецепторах, в носу, на нюхе и так далее, поэтому забудьте про то, что вам говорят, единственное, что делает кофе, это когда вы нюхаете кофе в промежутке, когда вы нюхаете кофе в промежутке, вы, скажем так, перебиваете вкус прошлого, запах прошлого, аромата любого, это может быть композиция интерьерная или неинтерьерная, это как имбирь между суши, роллами, этими всеми, потому что в японской традиции роллы и суши, их не заедают имбирем, а вот между всеми этими разными сушами берут кусочек имбиря, едут, кладут, едят, чтобы убрать прошлый запах изо рта, обновить рецепторы, но проблема в том, что нос, слизистая, на ней как раз все это остается. Теплые, холодные запахи возвращаемся в действительность, деревья и мхи, скажем так, мшистые, древесные запахи, это теплые ноты, а мхи слегка горчат, но если правильно составлено, то есть, так называемые, фужерные ароматы, то может быть очень-очень достойно. Ягодок желательно избегать слишком сладко, мужчинам может не понравиться такой аромат, то есть, они пришли, но им вот не будет теребить нос, это нехорошо. Прямости я вам уже обозначил, когда мы говорили о корице, что, скажем так, я вам про мхи сказал фужерные, я прошу прощения, шифровые, конечно же, это была огурочка. Так вот, по поводу пряностей может случиться кухонный конфуз, что у вас тут какой-то едой пахнет, по сути. Так вот, дальше какие-нибудь ароматы типа травы, вот зеленые, фужерные запахи, это как раз фужерные, это запах папоротника, то есть, что-то такое. Фужерные я бы отнес больше к теплым трава и зеленые ароматы, это все же больше к их сторону холодных ароматов. Так что, как-то так. Есть ли еще что-нибудь? В принципе, чат, я вижу, не двигается, хотя он до этого не двигался. Все, спасибо, да, все. Чудесно. По-моему, мы закончили. Пойдемте, знаете, если нет. Чудесно. Мне было приятно вам все рассказать, вы действительно интересно откликнулись своими вопросами. Опять же, пусть, если вдруг что-то понадобится, вы знаете, где меня найти. Спасибо большое. Хорошего вечера.